Смешанные единоборства в России развивались несколько хаотично, в отличие от, например, Японии или Америки. Только 4 года назад, 26 сентября 2012 года, комиссия Министерства спорта Российской Федерации признала ММА в России отдельным видом спорта. С тех пор в нашей стране к смешанным единоборствам сформировалось серьезное отношение, как к сложному виду спорта, требующему не вложения денег, а систематических упорных тренировок. Клуб арта специализируется в основном на смешанных единоборствах. Но так как я считаю, в принципе, я и наши руководства считают, и в принципе в стране тенденция такая, что смешанные единоборства – это достаточно возрастной вид спорта. Соответственно, имеет смысл детей, наверное, отдавать сначала в какие-то прикладные базовые виды спорта. Это конкретно и как раз является из ударных видов – это бокс, кикбоксинг, и, соответственно, из борцовских дисциплин, такие как грэплинг и бразильский джиу-джитсу. То есть все эти дисциплины у нас представлены в зале. ММА развивается в двух направлениях – в ударной и борцовской технике. Но для улучшения эстетики, динамики и результативности боя смешанное искусство использует приемы единоборств традиционных направлений. Не только каратэ, но и кикбоксинг, а также дзюдо, самбо, джиу-джитсу привнесли в смешанные единоборства свои стили и приемы. Для тех людей, которые, ну, родители, возможно, которые переживают за своих детей, что якобы получат какие-то травмы, ну, во-первых, хочется для статистики сказать, что самые травмоопасные виды спорта, никого я не хочу, конечно, как говорится, уличить в каких-то там, на таких негативных моментах, это игровые виды спорта, как ни странно, баскетбол, волейбол, футбол. Борьба, непосредственно единоборство – это такой вид спорта, где, выполняя инструкции тренеров, ну, фактически сводится к минимуму травмы. Четкая система тренировок и техник защиты позволяют в настоящее время тренироваться с детского и подросткового возраста. Клуб смешанных единоборств арта, изначально появившийся благодаря энтузиазму спортсменов, которые ныне широко известны в кругах профессионалов за время своего существования, а крепы сегодня расширяют границы. Открыты детские и подростковые группы, что уже свидетельствуют о новом шаге в развитии спорта в городе. Тренировки для ребят проходят под руководством ведущих спортсменов, и процесс подготовки будущих чемпионов весьма суров. Я бы предлагал вначале на борьбу сходить, а потом на бокс пойти. Я пока на борьбу хожу, а потом, может быть, пойду на бокс. Когда я закончу заниматься борьбой, я пойду заниматься микс-лайтом ММА. Я знаю, что если на меня, например, нападут, я что-нибудь сделаю. Самооборона. На соревнованиях я... Мнение о том, что ММА – это исключительно жестокое шоу, а вовсе не спорт, опровергается из года в год. Популярность смешанных единоборств набирают и среди девчонок. Ну, некоторые боятся приходить в зал, там, из-за того, что все-таки борьба, там, любой какой-то другой спорт такой взять. Все-таки девочка не должна заниматься, ничего не надо бояться. Если ты решил, нужно идти и делать. Все получится, все достижимо. Заниматься можно начинать в любом возрасте. Стоит только помнить, что постижение боевых искусств – задача непростая. Требует силы характера, выносливости и готовности к напряженной работе над собой. В последнее время в Рязанской области созданы все условия для развития ММА. Активную деятельность в поддержке и продвижении вида спорта начала областная федерация ММА. До недавних пор довольно пассивная. Сами спортсмены развитию рады и утверждают, что это только начало. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова